Приветствую вас, друзья, с вами Вирус, и мы продолжаем играть за лесных эльфов. В результате, ну, нескольких небольших стычек и одной более-менее такой большой, скажем так, поселение мне досталось на халяву. Поэтому я не штурмовал, как говорил, что ну посмотрим все-таки, что за поселение, даже ванильное, не ванильное, ну, оценим. Я не видел, что за поселение, оно досталось мне просто так, даром, практически, как это было с черными вратами, ну, дареному коню, что мы будем в зубы смотреть, что ли. Конечно же не будем. Тут какая-то неприятная ситуация у меня появилась с порядком. Хрень такая неприятная. Ну, Рохан, вон, мы видим, все хорошо здесь. Он наступает. И, кстати, вот, да, мы... А, это Харадский посол, это не руна. А, да, хватает дерзости разговаривать с вами, и более того, я даже не буду с вами разговаривать. Вот настолько я дерзкий. То есть мне дерзости хватит, чтобы вообще с вами не разговаривать. Рун подошел сюда и стоит. Пока что ни я, ни они не нападали, просто подошли и стоят. Все-таки я ждал, пока подойдет мой дипломат, чтобы начать с ним обсуждение. Предложение считает невыгодным. Угу. Невыгодное. Ну, сведения о карте, блин, ну, искусственному интеллекту это нафиг не нужно. Примите ли будет война, это фигня. Тем более у нас так война. Сейчас посмотрим по деньгам. Ага, это не требование. Мы делаем предложение. Ну, давай с ценой мы потом определимся. Сначала мы узнаем, кто ты такой. Взаимовыгодное, да? Десять тысяч, говоришь. Окей. А если... Ну, в принципе, десять тысяч для меня сейчас не такие большие деньги. Давайте пять сотен. Точнее, пять тысяч. Вот так. Че скажешь? Неуверенный отказ. Перемирие. Торговый договор. Сведения о карте. И мы... Не-не-не, не требование. Че, у меня уже привычка тянется. Вот сюда. Выплата. Мы даем тебе семь тысяч. Неуверенный отказ. Перемирие. Торговый договор. Сведения. Выплата. Даем десять тысяч. Опять неуверенный отказ. Да что ж ты такой неуверенный-то, а? Ну, давай, ладно. Побольше дам. Пятнадцать тысяч сразу предлагаю. Блин, он... Он достал меня со своей неуверенностью. Ты понимаешь, что он может немножко неуверенный, но не до такой же степени. Чертяка, а? Так, что у нас здесь по найму? Давай, один отряд все-таки уже перебирайся сюда. Он не особо сильный на самом деле. У нас тут, конечно же, восстание. И сразу же появились мордорские ребята. К сожалению, не ребелы даже. Так что восстание... Ну, оно было полезно нам. В любом случае, конечно же, было полезно. Но... Я надеялся, хотя бы простые ребелы. Ну, так хотя бы мы их сможем захватить легче. Ладно, той армии хватит. Давайте вот сюда идти. Давай-давай-давай-давай. Сейчас будем возвращать эту крепость себе. Че там? Сколько? Вот так давай. А? Нет. Ну, давай вот так. Начинаем осаду просто. Ждем-с, ждем-с. Просто осада. Ничего серьезного. Вот, даже начинаем нанимать уже хороших ребят. Можем даже еще одного переобучить. 122, который... А, ну, по доспехам чисто, да? Ну, давай, по доспехам тебя переобучим. Исключительно только тебя. Никого другого. Только тебя. Уникальное предложение. Где мой тут ходит? Окольными путями. Окольными путями ходит наш отряд. Здесь есть бойцы. Здесь пока что, к сожалению, до сих пор бойцы и не подъехали. Здесь тоже культура достаточно высока. По порядку. Почему-то волнения у меня поднялись очень высокие. Но тут... Я разбил армию. Мортер. Ну, как армию, блин, там два отряда. С половиной были практически, можно сказать. Так что... Не совсем приятная тема. Но что сделаешь? Все. Сдаем ход по агентам. У меня вот здесь только, наверное, надо сейчас походить. Тут он прощупывает почву. Ну, это... Насколько помню, все вот это принадлежит одному поселению. Все тут очень быстро захватывается дальше. Плотность большая только в начале. Поселение дальше там рассредоточено. Они будут и можно будет спустя рукава захватывать. Да, порядок до синего поднялся уже легче. Минус Моргули. Здесь Рохан вернулся в поселение. Ну, радует. Это, если честно, радует, что и Рохан здесь поднимает голову. Так, ускоряемся. И Рохан поднимает голову. И в целом тут, ну... Как-то добро побеждает. Столько гномов, вот... Баланс силы в природе продолжают восстанавливать. Они так и не объявили еще перемиренно, сколько я помню. Точнее, они его объявляли давным-давно. Потом снова напали на высших эльфов и на Эриадор, Арнор, который... И вроде бы там и выясняют дальше отношения. Ну, как минимум стабильно. Вот здесь они шастаются туда-сюда. Отправляются теки. Сейчас мы их будем видеть чуть чаще. В плане того, что мы забрали же поселение недавно. У гномов, вот, так как оно было нам нужнее. Вот, теперь будем наблюдать, как их силы бегают за пивом к столице. Веселые и дружные гномы. О, убийца. А кого ты там хочешь убить с такого угла? Ты хочешь осаду снять, что ли? А попахивает, что правда он хочет снять осаду. Ну, в целом, если без штурма мы возьмем это поселение, ну, даже, может быть, и не так плохо все. Но только тут что-то плотность этих назгулов увеличивается. На квадратный метр плотность назгулов очень высокая. А он не хочет снимать осаду. Он хочет, чтобы мы, наверное, пошли на штурм. И он что-то изобразил. Рун тоже, смотрите, стоит. Просто сопли жует. И мне мешает здесь сейчас собрать нормальный. Серьезно, возгиле эти, да? Тут у нас беспорядки. Блин, достали уже. Эти мордорские тут прихвостни. Он еще кого-то собрал. Еще кого-то. Высшие эльфы дикари. Они даже договорились. Угу. Они даже договорились. А мы что, не сможем? Мы что, не цивилизованные люди с тобой, Рун? У меня здесь уже нормально так-то собирается стэк, который можно было бы сейчас на мордор натравить и все. Сказать им фас. И делать свое грязное дело. Так, учебный плац. Ну, давай. Давай, учебный плац. Здесь дворец. А то я смотрю, у нас с порядком нет-нет. Вон возникают все-таки проблемы. Давай стрелковую башню. Что ж тут вам так не нравится сейчас? Волнение у них. Посмотрите-то. Несчастные. Давайте с юга сейчас засветим. Угу. Надо было захватить где-то поселение. Чтоб не доставали. Тем более здесь всего лишь один отряд. Жалкий какой-то один отряд. Восстание. Я даже его вывел, видите, специально, чтобы... Ну, сейчас, если вдруг какие-то восстания начнутся, чтобы не пошли потери у этого отряда. Ну, здесь восстаний в итоге не наблюдается. Возгилете они начались. Ну что, надо нападать. Значит, оставляем здесь один всего лишь отряд. И эти эльфы идут в атаку. А мы по численности, говорят, превосходим их. Так что можем смело сейчас нападать. Леголас. Блин, тебе тоже нужно на самом деле восполнять потери очень-очень срочно уже. А нам там линию снабжения перекрыли. Более-менее такую хорошую линию снабжения. Рун мешает нам. У него арта, но остальное все это хлам. Мы уже сражались с этой армией. Здесь вон есть, посмотрите, элитные такие неплохие пацаны. Но они не смогут черные врата взять. Этот мы уже проходили. А че ты стоишь? Че ж вроде бы был приказ там. Кстати, я же забыл. Мы вот тут можем нанимать теперь энтов. Построилась же эта штукенция волшебная. Лесочек здесь есть. Тут еще не построился. Блин, наверное, здесь сейчас начнем элиту нанимать. Пофигу. Нам нужно стягивать войска. Нам нужно подтягивать силы. А они вон размазываются. Даже вот этих лучников сейчас возьмем и отправим сюда. Тебе, если захотим, наймем кого-нибудь нового, свежего. Потом. Там пока что достаточно по силам. Пока этого достаточно, значит, сидим ждем. Назгул не хочет вылазить. Если я начну сейчас со штурм, то вот эта армия и это подойдут как подкрепление. Они подойдут как подкрепление. Еще и здесь же Назгул. А нам нужно штурмовать крепость. И это, с одной стороны, плюс. Мы сможем обстреливать на площади всех. Правильно? Они забьются там в уголочек, а мы будем штурмовать. Давайте тогда сейчас и оформим. Это дело тогда придется нам сейчас оформлять лично на площади. Полки. Здесь у тебя как раз вот твоя арта сольется. Она не дойдет. Вот у нас кавалерия за ней придет. В целом, я думал сейчас подождать либо поселение само с Дастоном. Наверное, там недолго будет сопротивляться. Хотя я не помню. Может, и долго даже. Я сейчас не посмотрел. Но в любом случае. Так даже сейчас выгоним. Подходить они должны с фланга. То есть это, возможно, как раз таки отсюда они будут подходить. Так что мы сейчас выставим войска вот под таким вот углом. Аккуратненько. Врата снова ломать не будем. Но на всякий случай таран оставляем в качестве отвлекающего маневра. Все, кто с лестницами. Подходите сюда, бросайте их. И теперь мы назначаем вручную. Непосредственно тех, кто будет тащить эти лестницы. Тех, кто в рукопашном бою более-менее сражается хорошо. Рейнджеры. У нас там назгулы. Поэтому лучше колышки поставить. И главное не забыть про них, что мы поставили. Когда начнем сейчас своей кавалерией руководить. Так, давай. Лучник. Сейчас объединяемся. Отлично. Остался только один полководец. Его тоже на всякий случай в эту сторону развернем. И кавалерия. Да, вот оно подкрепление. Оно подходит с этой стороны. На всякий случай я вперед вывожу копейщиков. Вот таким вот образом. Ну а там далеко. Назгул тоже подходит на самом деле. Там где-то там. За горизонтом. А этот будет отсиживаться в крепости. Да посинение будет. Смотрите, кто же победит. Кто же там победит. Хотя вдруг. Вдруг сейчас сделает. Что-то неожиданное. То, что он к вратам подходит. Если он сейчас нас решит удивить. То это будет действительно. Неприятно. С одной стороны. То, что он способен удивлять. Это будет конечно же в каком-то роде. Интересно. Но все же. А где твоя арта? Это не тот стек. У которого есть арта. Так, я скорость нормальную держу? Нет, не нормальную. Там двоечка проскакивает. Значит арта здесь подходит. Угу. Окей. Арта подходит здесь. Но ничего. Мы порастреливаем. Этих ребят. Спины. Сейчас здесь в лоб. У нас как раз очень хорошо здесь все складывается. Немножко пехоту только перебросим. Вроде бы... Выходить из поселения он не собирается. Если бы собирался, этот бы отряд тоже подбросил бы. Пару отрядов еще сюда. Нужно прикрыть. Нужно прикрывать своих. Нужно своих прикрывать. Начинай расстреливать вот этих громил. Двои стрелы очень хорошо против них зайдут. Другой стек мы успеем, я думаю, наказать. Там арта подойдет. И мы быстренько с ними расправимся. Все? Ты никуда не идешь? Ты никуда не идешь. Он не торопится вообще. Спокойно. Мирненько так. Вообще молодец. Вообще молодец. Давайте, давайте. Лучше этих расстреливайте сейчас. Блин. Как распределились цели? А, ну уже этих нет. Поэтому все сюда стреляют. Окей. Отлично. Работаем, работаем, работаем. Да, да. Баланс, конечно, уже вроде бы не на нашей силе. Не на нашей силе. Не на нашей стороне. Ну, бегут они. Само собой. Не, не, не. Подожди, блин. Косяк. Не все могут доставать сюда. Не все еще далеко могут попадать туда. Далеко не все. А вот теперь все. Отлично. Руки с алебардами. Вы неплохо справились с задачей. Свои стрелы, которые остались, берегите. И, блин, а эти идут пешком. Посмотрите, какой вальяжной походкой они идут пешком. Они даже не торопятся зайти в крепость. Хм. Да, те, конечно, уже сидят. Удивлять они нас не стали. Удивлять они нас не захотели. Значит, ускоряемся. Время позволяет. Время пока позволяет нам. Блин, а с другой стороны, сейчас эти пока дойдут. Офигеть, сколько времени может пройти. Мы можем не успеть просто банально расстрелять на площади всех. И просто получится очень некрасиво. А так мы можем попытаться успеть занять вышки и работать по ним. Даже тогда вот что мы делаем. Скорость уменьшаем. На штурм идут исключительно вот эти медвежатники. Хотя, блин, вас расстреляют сильно. Давайте кого-нибудь с щитами. Вот вы. Вперед. Или даже, блин, ну лучше, конечно, здесь. Чтобы, когда они лезли, мы их обстрелили. Ну, в любом случае, врата будут. Они вряд ли полезут. Если так смотреть. По большому счету. Но и за площадь он не цепляется. Самое интересное, смотрите. Он за площадь не сильно-то и цепляется. Давай вот так. Заставим его поцепляться. За площадь. Один отряд сюда. Один отправится сюда. Да, не совсем красиво. Но что сделаешь? Все, кавалерия. Бегом. Здесь нам открыли возможность разбить его арту. Назгулов. Назгулов. Вот это самое жесткое будет убить. Если бы Назгулов не было, я бы сейчас вообще спокоен. Был бы в плане того, что ну не будет огромных потерь. А Назгулов это серьезная сила. Как ни крути. Че не делай, как ни крути. А Назгулов это все-таки серьезные, ребята. Да-да-да-да-да, красавцы, красавцы. Давайте элитные конные лучники. Вперед. Наши лестницы уже у стен. Практически. Так, ну не пауза мне нужна. Была мне нужна была первая скорость. Все. Бьем баллисты. Бьем баллисты. Бьем баллисты. Тут бы развернуть сейчас нас. Но надо развернуть. Надо. Давай развернем. Блин. Здесь же просто так. Надо группу объединить. Все. Сломать нам. Давай, ладно. Сейчас перестроимся вручную. Перестроимся вручную. Перестроимся вручную. Вперед, 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 вперед. Как вы? Нормально, да? Даже баллисты. Уже разбиты. И анагры. Следующие. Громилы. Ну тут копейщики. А, есть лучники. Кстати, можно будет кавалерии кого-нибудь сейчас ударить. Во! Назгул идет. Смотрите на нас. Есть шанс, что мы сейчас его расстреляем. Хотя бы одного Назгула. Так, а ну-ка спускайся. И иди на площадь. Есть вариант, что ты погибнешь. Прости, но есть такой вариант. Но если он тебя проигнорирует. Ну тогда будет вообще весело. Так, вас он точно игнорирует пока что. О-о-о, Назгул, 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 да. Назгул бежит, смотрите. Медвежатники, готовьтесь. Медвежатники. Это ваш клиент. Он не захотел на копейщиков нападать на тех. Он решил выбрать копейщиков послабее. Я не думаю, что эта задача для него попроще будет. Да красавцы вы, элитные конные лучники. Красавцы. Еще сейчас медвежатники зайдут. И минус один Назгул. Делает наше настроение получше. Ускоряемся. Даже шансы его на победу увеличиваются сразу. Баланс сил на нашей стороне. Начинаем захватывать площадь. И, конечно же, они зашевелились. Безусловно. Но они не могут такое игнорировать. Удержать я его бы не смог. Контроль этот. Наши войска бы побежали. Поэтому. Лучше сразу так. Кого вы стреляете? Вы сейчас вообще достаете до кого-то? А, они попытались убежать. Назгулы. Несчастные. Все. Круто. Мы можем даже отдать здесь приказ. Сейчас. Пусть рейнджеры. Немножко их поддавят. Забейте на этого всадника. Забейте, медведи. По-моему, у меня вообще впервые такое, что. Телохранитель Назгула остался в живых. А сам Назгул уже погиб. Так, здесь мы на площади. Отлично. Их загнали. А что мы не идем? Скажи мне, пожалуйста. Сейчас они... Даже, наверное... А ну-ка, если они будут проходить либо вдоль стены, либо еще как-нибудь, мы вот таким вот образом поступим. Мы еще перекрутим наших бойцов. Мы еще их перекрутим. Да, у меня на Назгула не останется особо стрел, на самом деле. Придется еще и рисковать, скорее всего, вновь полководцем нашим. Ну, лучше так. Лучше так. О, а знаете, что сейчас можно замутить? Реально. Раз мы все равно здесь, мы заставим вас подниматься по лестницам. Мы заставим вам... Заставим вам. Мы заставим вас столпиться и устроим вам ловушечку. Вы же полезете по этим лестничкам. Вы же по ним полезете. Ох, штурмовать собственное поселение, а, коварно, да? Как оно вывернулось-то? Пойди. Бойцы внутри ваши. Снаружи ваши. А войти не можете? Давай, 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 гаси! Что вы, блин, выстраиваетесь? Вот не люблю вот это вот, то, что вы начинаете под стенами строиться в меди, прежде чем идти дальше. Дальше вам вообще пофигу то, что вы строим. Вообще никогда не пытаетесь бежать. А тут... Нет. Мы будем бежать второй. Так, а лучники здесь не добивают. Здесь лучники не добивают, их нужно подводить ближе. Их надо подводить ближе. Отлично. Занимай вышку. Ворота наши. Ворота теперь никому не должны открыться. Ни одни, ни вторые. Только лестница. Ваш путь в эту крепость. Ну, по идее. А так-то они могут сейчас подойти и снаружи вернуть себе. Будет неприятно, конечно. В любом случае, они здесь идут хорошей толпой. Мы неплохо так устроились. здесь прям мы очень хорошо устроились. Все, друзья мои, вам пора на стены. Вам пора сюда. Я надеюсь, он не пытается мою таран уничтожить. Опа, опа, опа. Че, че намечается-то? Пацанчик драпай. Ты на себя берешь всю оставшуюся армию. Лучников у нас не осталось, к сожалению. Здесь мы можем вот только этих лучников погромить. Но почему бы и нет. раз все равно по пути вперед. Копейщик тоже там назгул, так что элитный копейщик тебе работа найдется. Че, врата хотите сказать откроются? Спускайтесь тогда вы. Бегом, бегом, бегом спуститесь. Если они сейчас откроют врата, вы должны как можно больше этого сброда захватить. Верно они пытаются бедолаг этих наказать. Бедолаги. Не, нормально, они ворота не открыли. Отчасти здесь, отчасти там. все, спускаемся. Залазим, залазим, ребятки. Вперед. Врата наши. Осталось только площадь захватить. Половина времени прошло. Куча времени. Ага, эти возвращаются. Всеми силами они убегать не стали. начать сейчас их придется встречать. Либо можем их на стене встретить и все. Вообще не заморачиваться. всего лишь одна лестница. Ничего страшного. Мы их из тыла тогда сейчас ударим. И все будет замечательно. Главное, чтобы наши сейчас успели забежать. Не, 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 вы не лезьте. Тут даже громилы затесались. Орки. типа помогите помогите нам залезть спасите нас. Бегом, 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 бегом. Так, врата открыты. Какого фига? Ну, с одной стороны неплохой отвлекающий маневр, но их нужно закрыть. Их нужно срочно закрыть сейчас. Закройте врата! Во! Жалко тут как в стронхолде. Нет, этой кнопки всегда жалею, что ее здесь нет. Ее очень сильно не хватает. Ее очень сильно часто не хватает. Все, медвежатники стоят. Я бы даже полководца отправил бы на стену. Все-таки еще пусть он помогает. Ты остаешься здесь. Медвежатник, а где мой копейщик? Копейщик тоже здесь. Ты убегаешь? тебя преследуют. Уже не преследуют на самом деле. На самом деле уже не преследуют. Они здесь потерялись. Они даже не могут определиться, что им делать, как им быть. Не, ну вот это ваша неопределенность мне тоже не нравится. Медведи, медведи, залазьте, залазьте, не стойте внизу. Растерялися. В принципе, лестницы вроде бы видят. К ним идут. Потерялись. Совсем немножко. Растерялись, ребятки. Копейщики, свита назгулок, копейщики, копейщики, налетчики, тяжелая пехота. Не, тут они... Ага, врата открылись. Мои, блин, косячники мои. Ладно, устроим им сейчас день ВДВ здесь. Устроим штурм защитой. Окей, пошли, пошли. Шире шаг. Заходим с тыла еще. Тем более они точно уставшие. Они поражены измотаны. Морально, психологически мы их уничтожили. Сейчас и физически добьем. Можно еще полководцем спуститься. Что мне нравилось, это возможность спуститься по лестницам обратно. Оп, смотрите, и спускаются. Чего не хватает в современных играх, на самом деле. В Архаммере такое ты никогда не сделаешь. По-моему, и в Риме втором ты уже такого не сделаешь, если я правильно помню. Такого там нет. Давай, 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 пока он там не собрался. Мозгами. Во, полководец спустился. Спору нет, главное, чтобы хватило времени. Они-то еще и убегать сейчас будут туда же. то есть так-то полководца мы, зря спустили. Тут с этой стороны нам еще принимать убегающих придется. Очень много. Принимаем убегающих беженцев этих. Все. Ай, бьются насмерть. с тыла можно было бы их сейчас не бить с одной стороны. И они бы спокойно ложились здесь. Давайте так, наверное, и сделаем. Отступаем. здесь отступите. Господа, здесь отступите. Пусть они убегают. Позвольте им бежать. Вот, отлично. Там, там, здесь, там, здесь, тут справятся. вот так быстрее дело пошло. Так намного быстрее. Ну, что, копейщики, вы сюда. Небольшие копейщики, будем вас называть так. Вы сюда. Здесь все-таки сейчас вот эту банду еще в помощь вам. вы втроем идете с этого фланга и медведи вам помогают. Полководец тоже сюда. И давайте торопитесь, времени осталось не так много, там будет назгул, его надо еще убить. Его надо все-таки как-никак убить. кровавая миссия устроили. Штурм внутри штурма. Это практически как Юли Цезарь в Галли. давай, 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 народ, 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 Ты прям бегом, прям бегом прорывайся вот сюда. Прям в наглую уже ждать у нас особо времени нет. Ждать у нас особо времени нет. по-моему там количество играет значение на захват площади отчасти, так что и наши отряды подведем для массовки. Для массовки мы их подведем сейчас. Его бойцы как-то не реагируют особо пока что на нас чуть-чуть начали двигаться, но этого мало. Это мне не нравится. Этого мало. Поймите. Этого очень мало. Давай на орков копейщиков потому что они там как-то начали нездорово двигаться. Все вперед 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 бегом бегом ребятки бегом родные эту битву мы должны выиграть. Здесь осталась чисто так механическая работа мелочевка бьем в тыл прям копейщики хотя нет копейщики стопе блин ладно сражайтесь уже сражайтесь и вы и вы пока дождешься от вас что вы развернетесь в другую сторону пройдет целый век ловчие здесь отхватывают по чуть-чуть вы на орков налетчиков помогает помогает нашим как там копейщики бегом 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 тут для вас ракурс очень хороший есть по назгулу есть очень хорошая назгул есть очень хорошая назгул есть очень очень хорошая назгул в бой в бой в бой в бой мы должны взять эту площадь блин медвежки вот вы вот сюда серьезно вы находитесь у них в тылу и чтоб напасть вы возвращаетесь назад ладно давай вот налетчиков тогда бейте с этого фланга замкнулось кольцо все власти но это я сейчас про назгул по-любому замкнулось кольцо да у нас силы потрепан у нас офигеть какие потрепанные в итоге здесь силы в этой армии ты улегал а в итоге тоже из-за таких вот баталий потрепанные потрепанные сил сейчас соберись мордор хорошо во отлично мы захватили контроль и сейчас даже назгула не обязательно убивать возможно станет может за 3 минуты успеем скорее площадь захватить чем назгул убить или все таки умрешь камеру не трогаем чтоб скорость осталась 6 нету раньше все таки умирает назгул отлично великолепно героическая победа героическая глорис виктори но забавно забавно получилось такая нестандартненькая немножко битва понятно что это опять же искусственный интеллект но его такая вот в каком-то роде предсказуемость в каком-то даже иногда непредсказуемость делает прохождение уникально все забираем замок тут король чародей лично кстати с воинством идет конечно же уничтожаем мы теперь не будем повторять эту ошибку сопротивление бесполезно мы не будем повторять эту глупую ошибку ой 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 вот это по-моему тоже уникальная постройка есть там Ну что, на этом я предлагаю Закончить все-таки серию Эту армию я, наверное, тоже разобью тогда вне серии Раз уже подошла она к концу Ничего интересного Небольшой стэк По численности они уступают даже нам Так что Будет все очень-очень легко и интересно Тут с другой стороны Вот пытается Назгл, ну, небольшими остатками Каких-то там бомжей Что-то сделать, как-то наступать И вот тут я Я все-таки бы перебросил силы И договорился с Руном А потому что Очень важно нам договориться С тобой А, сведения Напасть на державу А, ну-ка, если мы Сделаем предложение Ну, мало ли вдруг ты Примешь Так Гномы ваши тоже враги Сведения Еще дань Давай по тысяче Двадцать ходов Невыгодная То есть Двадцать тысяч Таким вот образом Они не хотят Смотрите Невыгодная А если выплату Разом Двадцать тысяч То щедрое предложение То есть за двадцать тысяч Они точно согласятся А, ну-ка, давай Пятнашку Попробуем снова Что, может поменялось В твоей судьбе Взаимовыгодная Мы дадим Пятнашку Ну, давай Деньги у меня есть Торговый договор Перемирие Свередин Давай Неуверенный Ну, значит За двадцатку Он все-таки готов Окей За двадцатку Он готов Предлагаем ему Семнадцать тысяч Да что ж ты Такой неуверенный Посмотрите на него Но, блин Я не припомню В меде Чтобы принимали Взаимовыгодные Предложения Только Если им выгодно А они принимают Тогда Вот щедрое Допустим Да, предложение Восемнадцать пятьсот А вот сейчас Ради интереса Дадим Восемнадцатому Семнадцать Это взаимовыгодно Вот Восемнадцать Взаимовыгодное Ай И принимает Ну, там Чуть-чуть За малым Удовольствие Прям Получил удовольствие Да, нереальное Ты сейчас Я смотрю Но мы помирились Теперь Эти армии Точно нам Не должны мешать А мы можем Перекидывать Здесь Полноценные Какие-то отряды На помощь Вот сюда Но, в любом случае На этом На сегодня Все, друзья Мы До следующего Видео Всем добра